И снова. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую тех, кто присоединился к нам после 40-х минутного перерыва. Наш эфир должен был сейчас состояться 18-го числа, но вот как-то так. Нам обрезали провода, нормали, эфира не состоялась. Сегодня мы компенсируем песню 21. Снова с вами и Михаил Новицкий, и Елена Пинчук, и Ирина Варзина. Да, Ирина Варзина с нами. Мы вас приветствуем в нашей студии. Первый лайк уже я увидел. Виктор Новицкий, Надежда Бабетта. Привет. Вижу, что вы собираетесь. В программе 21 я обычно исполняю одну из своих песен. Исполняю один-единственный раз. А вот в этой программе песни не повторяются. Я надеюсь, что каждый из вас когда-нибудь услышит свою самую любимую песню. Можете мне подсказывать, если песня не прозвучала, я ее подготовлю. Сейчас я вспомнил одну песню, которую я тысячу лет не пел, а конкретно она лет 8. Песня называется «Песня агрессора» или «Я еду обратно». Максим Горсков, привет из Индии. Макс, привет, послушай песню «Я еду обратно» или «Я еду обратно» или «Песня агрессора». Я ее почти не исполняю на концертах и не знаю вообще на самом деле почему. Написано, могу сказать, с точностью до года. В 86-м году. В 86-м году. Это было еще при советской власти, когда только прибыл в Петербург. Имел уже на руках красный диплом. Был техникум. Он не успел еще поступить в театральный институт. И был гастарбайтером. Вы знаете, раньше в Петербурге, в Ленинграде тогда еще. Если ты переезжаешь в город, ты не можешь просто так здесь жить и ходить по этим улицам. Ты должен был обязательно стать таким рабом. Тебе могли принять несколько организаций, которые занимались всякой ерундой. Ну, как ремонтами, неквалифицированным трудом. То есть то, чем занимаются сегодня пришельцы с Востока. Наши веки, туркмены, таджики. Вот, тогда пришлось мне побыть гастарбайтером. И вот, работая на крышах Ленинграда и так далее, я познакомился с своим ровесником, который тоже вернулся из армии. Хотя я выполнял боевую задачу, он выполнял еще более страшную. В армии он служил в Афганистане. И там на крыше, во время перерыва, он рассказал... Я перебую с трансляцией уже. Нормально видно? Одна стрелка строчка? Нет, был перебой просто в трансляции какой-то. Да, потому что. И там вот, во время этой стройки, мне тогда было 22 года, не 21 еще было. Он мне рассказал, как он служил в Афганистане. Вот, как от их взвода осталось всего 4 человека. Вот был взвод, представляете, такая малобежь уходит. А потом мясо. Всего 4 человека. О том, как они геройствовали. О том, как он убил и размазал по стене в кишлаке старого Афганса за 500 долларов. О том, как два брата акробата насиловали Афганок. Поджигали дома, сжигали их живьем. Вот. Про то, как он возвращался. Как он ехал в поезде. И в нем звучала всего эта война страшная. И он не понимал, это правда или нет. Моголь такой быть, что у нас оказался живой. Ведь целый взвод, где все 4 человека осталось. Вот такая песня, написанная мной. Надин Богданова, Йозеф Швейк, Арина Оу, Владимир Усов, Ясновада Киевская, Яна Снистер, присоединились. Доброго времени суток, друзья. Сейчас прозвучит песня, я вижу смайлик типа ужас. Ну да, вот такой вот ужас притавал эту песню. И она как бы имеет место быть. Я ее очень редко вспоминаю, но вот надо же, когда-нибудь я исполнись, у меня не оказалось там. Это Екатерина Америка с вами. Конек, Марина Рязанцева. Здорово, здорово. Ну тогда я приступаю. Готовы, я вижу, все собрались. Осталось нас четверо. Был целый взвод. И каждый надеялся, Что он живет. И шли мы зверея. На нашем пути Уже ни домов, Ни людей найти. Я еду обратно. Я еду домой. Вам сразу понятно. Я просто герой. Но радости нет. Я как будто во сне. Я еду домой. Нет, не верится мне. Чужая земля. И воздали мы ей За слезы несчастных Своих матерей. Воздали за это. Воздали за то. Воздали и сами. А мы не знаем, за что. Я еду обратно. И там много льгот За тех, кто уже Ничего не возьмет. Я еду обратно. Измят мой билет. Я еду обратно. Я жив Или нет? Я еду обратно. вот такую песню я написал с рассказа своего ровесника участника афганской войны в 1986 году еще до театрального института светлана ефремова америка с вами вадим райчук привет максим горсков смотрит нутелла болтянская внутри здравствуйте вадим на тело максим вот вот такая песня случилась такая песня есть и спасибо за то что вы участвуете в этой передаче благодаря чему я заставляю сам себя вспоминать свои песни для себя их открывают вот ну и чем знаменита сегодняшняя дата 18 марта 2018 года 18 18 до она еще знаменита тем что у нас закончился цирк с конями с фокусом страна сделал вид что так неожиданно закончился такой фокус совершенно неожиданно страны и те кто показывали фокус тоже неожиданно но я напоминаю что после афганской войны у нас была чеченская первая вторая чеченская война потом были взрывы к нам беда возвращалась в виде славана норд-оста а вот она может идти к нам из сирии и до наших горя на дать возвращается вот стабильность стабильность все нормально симон маринов призывая шагов миша не знаю желаю чтобы вас на все было держитесь короче ну все так вот такая передача такой день берегите себя берегите мать природу нашу берегите близких все вам до следующей встречи 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 он состоится в среду среду нас будет сказка про не стреляя 20 часов по москве 21 будет песен 21 спасибо вам дорогие михаил новицкий я на пинчук песня 21 и делайте перепосты перед просто если вам песня понравилась